Продолжение следует... Продолжение следует... Нам удалось на основании того, что мы наблюдаем по клиническим признакам, выделить группы причинных факторов, но сказать точно о том, какой конкретно фактор имеет большее значение или как они между собой взаимосвязаны. Как практики мы не можем этого сделать, поэтому мы занимаемся изучением, благодаря Ксении Приваловой, этой проблемы. В научной литературе по факту на шести языках нет никаких предложений на тему систематизации и структурирования факторов. Их взаимосвязи, участие в результате возникновения рецессии, взаимосвязи между собой, ведущих значений, ну и еще много-много чего, можно их ранжировать бесконечно, но так или иначе нет такой темы вообще. Поэтому не встречаются на тему идеологии эти факторы нигде. Есть попытки адаптации отдельной классификации, как например Миллера, но она была опубликована в 1983 году. А поскольку мы изучаем литературу, которая находится на 40 лет позже, то мы не можем найти в ней такое ощущение, что была цивилизация врачей, которые не имели ни томографии, ни рентгеномализа и определяли по каким-то другим признакам те ситуации, которые они пытались лечить. Но они их успешно лечили, а то, что мы пытаемся описать на сегодня, это какая-то другая цивилизация. Люди, которые учатся хирургии вконтакте и по ютубу, в телеграме, ну они не читали этих книжек. И в этом основная проблема. Номер один. В статье мы не можем это описать, понятно. Поэтому мы пишем, есть попытки адаптации отдельной классификации. В большинстве источников первичная причина. Что мы определяем? Пробел тут должен быть. Дегесценция, да. Это очень странный термин. Очень немногие знают его правильный перевод на русский язык. Что такое дегесценция? Это убыль. Костная ткань. Это термин латинский, который берет от существительного слова гисцео. И отсутствие вот этой дегесценции, то есть дегисцео. Ну это же существительное. А гисцео это движение, как глагол. Дает нам понимание, что отсутствует какая-то структура, которая могла бы серьезно влиять. Ну так вот, есть она или нет, все пишут про нее. Это почерпнутый термин из научной литературы, прошлой цивилизации. Не будем стесняться и будем называть вещи своими именами. Так вот, никто не говорит о том, какого рода она первичная. То есть она уже была определена генетически. Люди, которые писали об этом, не знали генетики. И поэтому определяли все по клиническим признакам. И очень простые методически исполненные способы определения клинических признаков и подбора терапии давали фантастический результат, потому что были другие критерии определения. Мы находимся в области цифровых значений. А на сегодня в области действительно полной цифровизации. И на несколько поколений шагнули вперед от них. Но мы так и не научились определять то же самое. И с тем же результатом выполнять необходимые лечения. Это очень интересно на самом деле. Но это не является темной статьей. Так вот, есть первая. Она может быть первичная. Уже была. Она была запланирована. То есть дагестенция должна была произойти в 6 лет, в 12, в 18, в 21. Но так или иначе, чтобы ее признаки понять, клинические, они были запланированы. Второе. Вторичная дагестенция. И она не была запланирована. Но были какие-то предпосылки для того, чтобы она возникла. И она появилась в процессе антогенеза. То есть индивидуального развития организма до его периода созревания в 25 лет. В 18 лет внезапно возникла рецессия десны. Генерализованная. И третий. Это результат влияния условий жизни, окружающей среды и так далее. Мы не берем ключевые факторы, такие как радиация или какие-то химические факторы. Мы не берем очень полярные критерии. Потому что мы хотим работать в пределах нормы. На сегодня критерии нормы, они серьезно расширены. Имеют ряд коридоров. Для конкретного пациента могут быть иметь конкретные значения. И на самом деле их изменения, или так называемый индекс изменений. Именно он будет давать понимание того, как в случае лечения конкретного пациента. Удалось нам добиться клинического результата или нет. Поэтому их ранжирование для нас важно. Но в научной литературе оно не имеет точного толкования. Нет ни одной систематической подачи. Данные все фрагментарны, либо обрезаны, либо являются попытками. Но нет никакой четкой структуры. Нет никакой классификации. Нет системы объединения различных методов, доказанных даже, в одну систему, которая была бы научно обоснована. Поэтому мы будем заниматься исследованием этой проблемы. И для нас очень важно изучение причин возникновения рецессии. Систематика, то есть название причин систематика, именно структурная. Почему? То есть она имеет разные есть причины, и мы их объединим в одну структуру. И теологически. То есть происходят причины, мы определяем, кладем в основу причину возникновения и факторы. То есть это условия, которые, ну как обособленные детали, существенно влияют на этиологию. Их можно разделить между собой. Поэтому все четыре слова, они подразумевают научность в результате. Мы формируем комплекс достоверной, качественной, измеримой оценки. Но он и так существует. Качественная, измеримая оценка рецессии Десны, это те факторы, которые были взяты за основу ранее. И, например, последние 12 лет используются нами для того, чтобы понимать глубину рецессии, так называемую ГР. Толщину прикрепленной Десны. То есть ее фактический объем. Толщину. Ширину, так называемую биологическую ширину или высоту. Это расстояние от режущего края до зенита рецессии. Поскольку ЦЭС, цементно-эмалевое соединение, не является для нас конкретной границей. И оно может стираться. И есть проблемы не с тем, что нет ЦЭС, а проблемы с тем, чтобы точно увидеть, где оно находится. Поэтому меряем от режущего края. И для нас это является более стабильной, измеримой величиной. Ну и пятого, это, конечно, глубина зубодесневого кармана. Поэтому эти показатели и так уже были до нас. Ну, точнее, не до нас, это мы их объединили в одну систему. А то, что они были очевидны, это является результатом измеримых клинических показателей. Мы хотели бы разработать систему факторов, которые определяют возникновение рецессии. Их между собой структурировать по степени влияния. Ну и определить, собственно, подход комплексный, чтобы он давал достоверность. Ну а раз он должен давать достоверность, туда должны войти разные измеримые показатели. Например, клинические, которые установлены, исходные показатели пациента фенотипического планирования. Рентгенологический анализ, очевидно, который пока не учтен продонтологами и оперирующими как основной метод анализа. Потому что он дополнительный. Он не дает исчерпывающего понимания о том, какое качество, объем, толщина, плотность кости формируется в области лечения рецессии. Потому что никто его не меряет. И четвертый, это фотографический анализ. Это уникальность, которую мы вводим сюда. На основании источников существующих. По сути, наше исследование является синтетическим. Мы пытаемся создать алгоритм для того, чтобы правильно изучать проблему. То есть, статья наша носит больше не прикладной, а теоретический характер. Но для практиков, для практикующих специалистов, она, безусловно, является прикладной. Потому что все эти методы исследования, они проводят ежедневно со всеми своими пациентами. И по сути мы это делаем для того, чтобы правильно выбрать стратегию, тактику, конкретную методику лечения. Протокол введения пациента до операции, в процессе, после, фармакотерапию, надо ее назначать или нет. Для того, чтобы достигнуть желаемого клинического результата. Абсолютно во всех случаях. И те наработки, которые мы имеем на сегодня, позволяют нам в случае любой рецессии Десну, любой, 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 даже какого-то терминально-полярного случая, привести ее в адекватное состояние. То есть устранить полностью, остановить и создать условия для ее полного устранения в следующем этапе лечения. Продолжение следует...